Продукцию Тираспольского хлебокомбината знает каждый житель республики. Её хвалят, ею восхищаются, и она всегда жила на закуханном столе. У нас сегодня в студии гость-гид по хлебу Виктория Фололеева, заместитель директора по производству Тираспольского хлебокомбината. Расскажите нам, какие новости на Тираспольском хлебокомбинате. Ну что, наш хлебокомбинат – современное предприятие, высокомеханизированное. Около 95% именно все процессы механизированы. И в состав предприятия входят 4 предприятия. На первом хлебокомбинате выпекаются все массовые сорта хлеба – пшеничные и ржаные, а также имеется кондитерский цех. На втором производстве у нас около 40 наименований – это булочные изделия с разным развесом, с разной начинкой, с разным наполнением. И кроме этого пряничные изделия, печенье, сухари, рулеты, кексы, калачи, караваи – это все выпекает второе производство. А звучит так, как все это вкусно. Апетитно, да. Калачи, караваи. Да, третье производство – там, где мы изготавливаем воду парканскую, лагуна, но и сокосодержащие джаз. И у нас появилось четвертое производство при нашем фирменном магазине, 15-м, который находится сейчас в Бендерах. Там существует цех, который именно готовит горячие именно изделия. Это и булочки, это и слоеные изделия, слоеные пирожки. А пирожки у нас вообще разнообразные. Это и с творогом, и с маком, пирожочки с паштетом. Очень на любой вкус. Все, заканчиваем съемку, собирается, едем в Бендер. И прям все это захотелось попробовать. Вы сегодня тоже в студию не с пустыми руками пришли. Да, мы все-таки хотим напомнить нашим покупателям именно за ту продукцию, которая пользуется спросом. Топчик такой, да? Да. Значит, вот первый вид. Это у нас ассорти бутербродная. Очень интересный вид продукции. Во-первых, здесь присутствуют сразу три вида хлеба. Это пшеничный хлеб, это у нас ржаной хлеб и аппетитный хлеб. Пожалуйста, на любой вкус можно бутерброды сделать. И вы знаете, вот мы заметили, что к торжеству люди с удовольствием берут именно этот хлеб. Так и здорово, какая вот интересная идея. То есть вот ты тарелку бутербродов сделал, весь хлеб использовал, ничего у тебя там не осталось, не заветрилось, не испортилось. Гостей удивил. Оно на таком, получается, бутерброды на разного цвета полотне. Да, как картины такие. И именно вот то, что три вида разных хлебов на любителя. На упаковке, я так понимаю, инструкция прямо есть, что куда класть, да? Да, да, да. Это и сырок, и колбаска, и рыбка, и, в общем, по желанию наших хозяюшек на любой вкус. И судя по тому, как долго вы уже выпускаете этот вид хлеба, значит, он востребованный, значит, его берут с удовольствием. Он востребованный. А мой любимчик, кстати, вот этот вот малыш с сухофруктами. Юбилейный хлеб. Да, к нашему юбилею 75-летию завода, когда нам в свое время это было, мы разработали этот вид хлеба. Уже около 10 лет мы его производим. Но вы знаете, он просто набирает обороты наших покупателей. Люди распробивают его потихонечку. Даже вместо булочных изделий вполне можно приобрести этот хлеб. Рецептура очень богатая. Здесь и изюм, и курага. Затем, значит, у нас здесь грецкие орехи. Семя подсолнечника. Затем, значит, ну, естественно, кунжутом посыпается. И очень вкусный, интересный хлеб. А вот знаете, за что я его люблю? Вот он на вкус сладкий, как десерт, но ты вроде бы ешь, и он серый, черный хлеб. И как ты себя успокаиваешь? Что, наверное, это что-то диетическое. Так все полезно. Точно. Никак на мнение не отложится. Действительно, все полезно. И хлеб, основа ржаная мука, которая полезна для нашего организма. Все-таки, почти не ошибалась. Ну, и, естественно, вот эти сухофрукты, которые придают вот эту изюминку этому хлебу. Класс. Поэтому я хочу сказать, что люди оценили качество этого хлеба и с удовольствием берут. Но чаще всего берут батон, правда? Да. Значит, батон. У нас среднесуточная выработка вообще всей продукции на хлебокомбинате около 70 тонн. И из них только 35 тонн мы выпускаем батона. Батон. И нарезной батон, и упакованный, естественно, в пленочку. Но в основном все-таки люди обували эту продукцию. Это и объем, это внешний вид, это золотистая корочка. Это всегда этот вид очень пропеченный. Структура мякиша замечательная. Поэтому вот половина у нас продукции только идет на выпуск батона нашего фирменного. Действительно идеальный, просто придраться ни к чему. Да. Значит, хочу сказать еще за одну такую новинку. Это у нас пряный хлеб. Хлеб своеобразный, но очень интересный. Люди, которые попробовали этот хлеб, с удовольствием сейчас берут. И мы видим уже по объемам это. Значит, в рецептуру этого хлеба входят семена чия. Так. Затем, значит, цикорий, изюм входят, и итальянские травы. А вот в состав этих итальянских трав входит базилик, затем, значит, паприка, потом, значит, у нас лимонные различные травы, теперь лук, порей и чеснок, ну и тимьян. То есть, делаешь себе на завтрак бутербродик и представляешь, что завтракаешь ты где-нибудь в Милане или в Риме. Это точно. Вы знаете, настолько приятный аромат и вкус. Вы даже чувствуете вот эту пряность, этот аромат этого хлеба. Поэтому он у нас на прилавках не задерживается. Покупатели всегда его покупают. Это, вы знаете, с кусочком сала и различный бутерброд, потому что вот эти именно итальянские травы, они дают вот эту специфичность. А тут тоже изюм какой-то, да? Да, в состав входит изюм. Прям тоже. Ну, а самое главное, и цикорий, и семена чия, все очень полезные, полезные вещества. Классно, классно. Так, еще, любимчик, в бумажном пакете. Хлеб апрельский. Да, значит, апрельский хлеб. Действительно, очень интересная упаковочка. Этот хлеб был разработан тоже к нашему юбилею, к 85-летию завода. Нужно сказать, что рецептура тоже удивительная. Сама форма приятная, красивая. Это вот такой кирпичик получается. Значит, в состав этого хлеба входит сушеная клюква. Сушеную клюкву мы поставляем с России. Затем, значит, кроме этого добавляется, это клюква у нас идет около 30%. К массе муки. Ну, достаньте его из пакетика, так, чтобы его рассмотреть тоже. Да, к массе муки. И обязательно добавляется искусственный мед. Вот эта форма, этот запах этого хлеба, мука высшего сорта. Поэтому люди тоже с удовольствием берут этот хлеб. Мы видим, естественно, когда делаем анализ, видим по объемам. Ну, это такой хлеб, который вот отрезал, и пока ты его не доешь, ты остановиться не можешь. Вот это из той серии. Да. Значит, нужно сказать, что мой любимый хлеб – это вот цельнозерновой хлеб. Он разработан у нас тоже недавно. Почему любимый? Потому что, вы знаете, он полезный хлеб. В состав входит именно мука обойная. Это в один из видов, кроме обдирной ржаной муки, у нас только обойная идет на цельнозерновой хлеб. То есть зерно измельчается полностью. Значит, попадает при измельчении в муку попадает и ядро зародыша, и эндосперм, и затем, значит, оболочки вот этого зерна. Все декстрины, все коллоиды, вот какие коллоидные есть вещества, они все буквально в этой муке. И это ощущается? Вот как-то съел бутербродик, и что? Я думаю, что это очень полезно, понимаете, потому что даже вот декстрины, соединяясь с водой, они образуют вот такие, как бы, клейкие растворы, то есть коллоидные растворы. А это все идет в продукцию, это все равно, что овсяную крупу или кашку съели на утро. Поэтому, значит, вот это все очень полезно, и покупатели многие знают этот хлеб, потому что мы его уже рекламировали, и тоже эта продукция набирает свои обороты. Чудесно. Так, остался у нас один еще серенький, черненький. Да, бородинский хлеб. О, это классно. Бородинский хлеб, это наш традиционный, он у нас на первом месте, его любят покупатели. Доставайте его тоже. Во-первых, это гостовская продукция. Нас понравится любоваться. Да, это гостовская продукция. Значит, особенность в том, что посыпается он кориандром. А запах кориандра, это тоже, он по-своему очень такой, ну, люди, которые любят эти пряности, это настолько просто аппетитно. Входит в состав мука второго сорта, ржаная обдирная мука. И нужно сказать, что мы используем жидкие дрожжи. А жидкие дрожжи мы готовим сами. Буквально все ржаные сорта мы используем. 100% натуральность идет этого хлеба. Никаких ни добавок, никаких ни примиксов, ничего у нас абсолютно нет. Даже вот все жидкие закваски, которые производятся, мы все буквально выпускаем сами. Но, естественно, это целая цепочка такая технологическая, потому что на основе именно бактерии, лактобактерина, все это готовится. И вот именно в этот бородинский хлеб используется эта закваска. У него, кстати, такой ярко выраженный вкус, что ему, в принципе, ничего дополнительного не надо. Просто маслом сливочным свеженьким намазал, может быть, чуть-чуть солью там посыпал, и это уже прекрасный бутерброд. Да, и уже аппетитно и хорошо. Если рыбки красные. Я просто почему молчу? Почему же ты молчишь? У меня отсюда нателение пошло. Держи себя в руках. Вы говорили, что добавляете разные ингредиенты в хлеб. Как проходит процесс выбора ингредиентов, которые будут добавляться в тот или иной хлеб? Вот та же клюква сушеная. Да, да, да. Ну, в основном, конечно, все вот эти продукты, сухофрукты, это всё натуральное. Даже вот эта клюква сушеная, но перед тем, как дозировать в тесто, мы его хорошо промываем и настаиваем в тёплой воде. Настоявшись, затем идёт уже в дозировку готового теста. Точно так же чернослив. Всё это требует очень большого отбора. Я имею в виду именно отбраковочки. У нас есть люди, которые перебирают и кунжут, и кориандр. Все семена, все буквально зерновые. Я имею в виду даже орехи. То есть золушек в штат понабирали там себе, да? И орехи тоже, потому что входной контроль – это основное у нас. Да, в основном в общей массе вроде бы оно соответствует ГОСТу, но, тем не менее, это всё при производстве необходимо всё перебрать, отобрать. То есть даже больше ГОСТа вы отбираете. Да. Виктория Валентиновна, вот вы сказали, этот хлеб мы к юбилею, этот хлеб тоже к празднику. Вообще, Тираспольский хлебокомбинат, он славится тем, что к любой дате какую-то новиночку готовят. Вот к Новому году вы уже что-нибудь придумали? Вы знаете, к Новому году, но в этом году у нас новых видов, можно сказать, что нет. Но, тем не менее, Штулин с прошлого года, он себя очень хорошо зарекомендовал. Отличный. Только побольше его сделайте, а не так, как в прошлый раз. Да. Только уже всё разобрали. Мы учли это замечание, учли требования наших покупателей, и буквально уже с 12-го числа мы начинаем вырабатывать этот продукт. Его же, кстати, можно подержать, он даже если полежит какое-то время, хуже он не станет. Так, правильно? Даже необходимо созревание этому продукту. Он у нас в течение 10 дней обязан настаиваться. И вот эти нотки аромата, они раскрываются, и он становится ещё вкуснее, лучше и ароматнее. Класс. В этом году, вот, мы буквально сейчас, вот, к дню города разработали новые виды тортов. Это домашний торт с содержанием клюквы тоже, чернослива и вишни. И вы знаете, нужно сказать, что действительно покупатели оценили вот эти виды. Как он называется? Торт домашний. Торт домашний с клюквой, торт домашний с черносливом. Оценили эти вкусовые качества и тоже очень хорошо пользуются спросом. Надо попробовать. Продукция. Скажите, пожалуйста, вот, говорят, хлеб всему голова. Я хотела сказать, торт всему голова. Да, это тоже. Что делать с остальными частями тела? Такой вопрос. На самом деле заключается в том, какой из данной продукции самый полезный для фигуры хлеб. Чтобы не откладывалось на других части. Для фигуры хлеб это цельнозерновой. Здесь очень много минеральных веществ именно. Очень много витамин. И поэтому вот для фигуры это самый-самый полезный хлеб. А, конечно, издавна к хлебу относились как к святыне. И о нем очень много и пословиц, и поговорок. И вот то, что вы говорите, хлеб всему голова. Действительно это так. И хвала рукам, что пахнут хлебом. Это все, оно актуально, и действительно оно так. Да, а вот ходят слухи, что сотрудники терраспольского хлебокомбината сами свою продукцию не едят. Правда? Нет, вы знаете, это слухи. Потому что такое это невозможно. Потому что все мы отовариваемся и в магазинах Шериф, и в наших фирменных магазинах. Поэтому ассортимент очень большой. И на любой вкус можно вечером... Кто-то же съедает эти 35 тонн, полтонов. Да, приобрести вечером именно любой вид продукции. Хлебокомбинату уже не один год. И постоянно хлебокомбинат развивается. Может быть, у вас есть какие-то планы на будущее интересные? Да, у нас, как у любого предприятия, конечно, очень большие планы на будущее. Все специалисты, они стараются работать над повышением качества продукции, над тем, чтобы расширить ассортимент наш, над тем, чтобы внедрить какие-то новинки. Вот это основное для нас. Основное кредо нашего предприятия – это, конечно, идти работать лучше и не останавливаться все-таки на достигнутом. И на сегодняшний момент наше предприятие очень твердо и уверенно стоит на ногах. Пусть все у вас и дальше хорошо получается. Спасибо. А мы вам предлагаем посмотреть сюжет про то, как волонтеры получили подарки в конном клубе. А потом в эту студию вернемся, потому что мы для вас викторину подготовили. Хорошо. Напоминаем, у нас в студии заместитель директора по производству терраспольского хлебокомбината Виктория Фалалеева. И, как мы вам уже говорили, у нас готова викторина. И называется она «Моя булочка». Мы с вами уже затронули тему пословиц и поговорок. Я думаю, что тут проблем не возникнет. В общем, ваша задача какая? Мы ее начинаем, вы заканчиваете. Договорились? Хорошо. Давайте попробуем. Давайте я потренирую. Хлеб всему? Голова. Вот, отлично. Значит, понимаем. Хлеб да вода здоровая? Пища. Еда подойдет, отлично. Засчитано. Ешь пироги, а хлеб вперед? Тут в рифму. Ешь пироги, а хлеб вперед? Береги. Да, отлично. Подсказал. Хлеба не куска, так и в горле? Не глотка. Еще давайте. Тоже в рифму? Тоже в рифму, да. Так, что? Хлеба не куска, так и в горле. Грусть, только по-другому. Грусть, тоска. Грусть, тоска. Грусть, тоска, да. Не будем вас мучить долго. Будет хлеб, будет и... И пища. И тоже подойдет, будет и обед. Конечно же, правильно. У нас есть вторая часть викторины. Тут уже вопросы. Вопросы у нас на интересные факты, связанные с хлебом. Первый вопрос звучит так. Сколько весила самая большая буханка хлеба? Есть варианты. И тут есть варианты, да. Одна тонна 430 килограммов, 250 килограммов или, может быть, 20 тонн. Представим самую большую буханку и сколько она могла весить. Но вероятнее всего это 250 килограммов. Чуть побольше. Потому что, ну, это нужно и печи, это нужна форма, это такие условия необходимы для выпечки такого хлеба. Оказывается, умельцы сделали на одну тонну и 430 килограммов. А как он выглядел? Он был как кирпич, как круг, как что? Как огромная буханка хлеба. Буханка круглая. Ну, молодцы, конечно, потому что это даже, ну, интересно представить. А вы, кстати, на комбинате когда-нибудь гигантские какие-то хлеба выпекали? Ну, конечно. Ради интереса. У нас вот караваи очень большие. До 25 килограмм мы выпекаем такие изделия. Но 25 килограмм. Понимаете? Это цельное изделие. Возможно, этот хлеб, он был, ну, в виде как ассорти или чего-то такого. Нет, выглядел он как кружок такой. Такой большой, да? А куда такие караваи 25 килограммовые? А вы знаете, и на свадьбу, на все мероприятия, вот какие у нас проводятся в городе. У нас все это. Там где хлеб, соль, все. Да, да, да. Впечатления происходят. И очень часто, ну, свадебные караваи у нас на 7 килограмм, 5 килограмм. Это тоже очень большое красивое изделие. Чтобы когда откусывают, было что откусывать. Ну, да. Так, смотрите, французы у нас известные любители хлебобулочных изделий. Особенно багета, да? Да, сколько в среднем хлеба потребляют французы на душу населения? 25 килограммов в год. В год? Да, 67 килограммов или 103 килограмма? 25, 67, 103. 103. Не такие они любители. Да? Да, 67 килограммов на душу населения. Но это в среднем. Я думаю, что какие-то, может, и 103 все потребляют. Есть там такие французы. Кто за двоих? Да. Долгое время в Европе существовала традиция. Тот, кто съедает последний кусок хлеба, должен что? Поцеловать пекаря? Расплатиться за всех или уйти первым? Наверное, расплатиться за всех? Да, оказывается, нет. Поцеловать пекаря, да. Поцеловать пекаря, да? Давно, и долгое время она продержалась. С хлебом связаны и многие народные приметы. Считается, что нельзя оставлять на столе кусок хлеба, лежащий коркой вниз. И почему? Денег не будет? Или, может быть, еды не будет? Или удачу отгоняешь этим? Ясно. Как думаете? Ну, я так думаю, что удачу отгоняешь. Верно. Абсолютно верно. Да, действительно. Я даже помню, кстати, старое поколение, бабушки, дедушки, вообще, когда видели, что хлеб перевернутый коркой вниз, сразу же делали замечание. Не взято, хлебу положи, как надо. До сих пор привычка есть, так не класть хлеб. Да. Ну что ж, Виктория Валентиновна, спасибо вам большое. Было очень познавательно и интересно. Аппетит вы разыграли. Безумный просто. Будем надеяться, что у вас впереди будут только положительные истории и невероятные открытия. Ну и, конечно же, побольше радуйте нас такой приятной продукцией. Спасибо вам. Следующий сюжет о том, как ухаживают за городскими елками и можно ли вырасти такую у себя на участке, расскажет Аня Кучеренко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова